Между президентом Украины Владимиром Зеленским и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. По итогам звонка американский политик написал в своей собственной социальной сети, что высоко оценил общение. Трамп также назвал фейком новости о том, что его победа на выборах может быть выгодна России. Сегодня мы с президентом Украины Зеленским провели очень хороший телефонный разговор. Как ваш следующий президент Соединенных Штатов, я принесу мир во всем мире и прекращу войну, которая стоила стольких жизней и разрушила бесчисленное множество невинных семей. Дональд Трамп, кандидат в президенты США в соцсети Труф Сошел. Этот звонок, он и в контексте налаживания связей и рабочих отношений с возможным президентом Соединенных Штатов, и в контексте того, что таким образом ведется работа на сохранение поддержки именно двухпартийной, и абсолютно просто даже в рамках вот таких и человеческих, и демократических ценностей, он, ну, его можно считать даже прорывным. Президент Зеленский в разговоре с Трампом отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины. Пресс-секретарь Зеленского сообщил, что украинский лидер также пригласил кандидатов президента США от республиканской партии посетить Украину. По словам Зеленского, стороны могли бы обсудить шаги для достижения справедливого и прочного мира. Между тем, как пишет The New York Times, Путин продолжает надеяться, что во время политических игр в США, в преддверии выборов, Киев будет получать все меньше помощи. Это, по мнению Путина, вынудит Украину пойти на мирные переговоры на условиях России. Ставки в этом деле еще никогда не были так высоки, как сейчас, когда Путин идет на огромные потери в виде жизни и денег, чтобы вести войну против Украины уже третий год. Путин рассчитывает на то, что в конце концов Запад во главе с американцами прекратит вооружать Украину и вынудит ее лидеров пойти на перемирие на условиях России. Но, похоже, Путину еще рано праздновать. И его расчеты относительно американской политики неоднократно оказывались неверными. Из публикации The New York Times. Есть разные взгляды в американском политикуме относительно помощи, в том числе и в окружении Дональда Трампа. Но, опять же, есть и интересы Соединенных Штатов, и ценности, которые, в общем-то, ну, однозначно не совпадают с российскими ценностями. Вне зависимости от того, какой кандидат в президента США победит на выборах, американская политика в отношении Украины не изменится. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкин на Аспенском форуме. Он напомнил, что Вашингтон обязался в течение следующих десяти лет помогать развивать защиту Украины. Я думаю, что если люди посмотрят на эту ситуацию, то увидят сильное двухпартийное большинство в обеих палатах Конгресса за поддержку Украины. Я считаю, что эта поддержка сохраняется. Любая администрация, я думаю, будет принимать это во внимание. И любая администрация должна задать себе трудные вопросы. Если мы остановимся, если мы дадим задний ход, если мы подведем Украину, что сделает Путин? Тогда он действительно усилит агрессию и, возможно, получит шанс на успех. Пока что он терпит неудачу. Напомню, сейчас в Соединенных Штатах проходит предвыборная кампания. Долгое время кандидаты от Демократической и Республиканской партии Джо Байден и Дональд Трамп шли на равных. Однако после теледебатов и неудачного покушения на Дональда Трампа, как пишет The Times, кандидат от Республиканской партии опережает своего конкурента. Никита Скобликов для телеканала Freedom.